Его участникам губернатор напомнил, что еще в 2015 году стояла задача сократить задолженность как минимум на 30%. Однако по факту снизить ее удалось всего на полтора миллиарда рублей, это чуть больше 15%. Поступление налоговых и неналоговых доходов просто в крае пущен на самотек. Просто пущен на самотек. Вот те порядочные налогоплательщики, честные, которые платили, они и платят. А вот те непорядочные, которые не платили, они и продолжают не платить. Почему? Вопрос простой. Или это беспечность, или безразличие. Если кто-то не платит, неважно, что это физическое лицо или юридическое лицо, значит мы позволяем не платить. Или кому-то просто невыгодно это сдвигать, потому что и так всем хорошо. В моем понимании все. Это в первую очередь народ, жители края. Вот им должно быть в первую очередь хорошо. А им будет только тогда хорошо, когда налоги будем собирать. И свои социальные обязательства края, власти перед своим народом выполнять, тогда будет народу хорошо. Своему заместителю Игорю Голосю губернатор края поручил в течение трех дней создать межведомственную комиссию, в которую войдут специалисты Министерства финансов и экономики, а также сотрудники налоговой службы. А уже через месяц, обозначил сроки Бениамин Кондратьев, должны быть заметны результаты ее работы по поступлению налоговых платежей в бюджет.